Очередная ужасная новость после новости о смерти Владимира Войновича и вот сегодня снова удар по оппозиционным силам России убит журналист Архан Джемаль. Известный всем человек, кто слушает Эхо Москвы, сын Гейдара Джемаля, тоже известного оппозиционного деятеля. На эту минуту стало известно, что машину с российским журналистом Арханом Джемалем, оператором Кириллом Радченко и режиссером Александром Растангуевым, это тем самым, который делал документальный фильм о Навальном и Собчак, обстреляли из засады в Южной Африке. Мэр центрально-африканского города Си-Бю Андре Дипрюле рассказал о том, что убийство произошло приблизительно около 10 часов вечера по местному времени, то есть несколько часов тому назад. Об этом рассказал выживший водитель. Как ни странно, смотрите в этой истории, водитель оказался жив, несмотря на то, что на их машину напала вооруженная группа. Где-то в 23 километрах от Си-Бю эти люди вышли в масках из кустов и в упор расстреляли автомобиль. Все трое журналистов сразу погибли на месте. Теперь самое интересное. Все эти трое поехали в Южную Африку для того, чтобы снять документальный фильм о ЧВК Вагнера. Помните, да, эту замечательную команду наемников после истории в Сирии? Вот теперь даже фактом своей смерти Архан Джемаль открывает нам следующую ужасную страницу, что россияне находятся везде, даже там, где вы не подозреваете. Даже в Южной Африке и там гадят ЧВК Вагнер. По всей видимости, группа поехала по горячим следам, по свежей информации инсайдера и была уничтожена на месте, как свидетели вот этого самого военного преступления. Ужасная смерть, конечно, логичная, собственно говоря, для Джемаля. Это был отчаянный, смелый человек, который неоднократно был и в Африке, в Сомали, в Ливии, в Ираке, в Чечне. Он был в очень многих горячих точках, писал всегда на военные темы. Эта тема его интересовала. И вот был расстрелян фактически в упор. Ему был 51 год. Два года тому назад, после долгой болезни, умер его отец. Пережил отца всего на два года. Мария Захарченко позвонила жене Архана Джемаля и сказала, что они сделают все для того, чтобы тело журналиста было доставлено в Москву как можно быстрее. Редактор субтитров А.Семкин